Мы вместе, семьи мобилизованных в Чувашии, оказывают большую поддержку. На днях для мам и жен участников спецоперации в Театре юного зрителя прошел показ фильма «Нюрнберг». На него приехали женщины из разных округов Чувашии. Как такие встречи помогают им пережить непростые времена, узнали мои коллеги. 25-летнего сына Галины Галкиной призвали в рамках частичной мобилизации. Сейчас он находится в зоне спецоперации, но по возможности всегда выходит на связь, чтобы написать хотя бы небольшую весточку своей маме. Звонит очень редко, чаще пишет. Ну, не так часто. Чаще, получается, несколько дней пишу я, он через пару дней там отвечает. Что-нибудь, как обычно, как не спрашиваешь, как у вас там, все хорошо. Такие собрания как-то сплочают, видя, что мы не одни, что другие тоже как-то пытаемся друг друга поддерживать. Уже со стороны администрации то, что про нас не забывают, уже как-то приятно. Женщины увидели на экране события Нюрнбергского процесса. Действия фильма разворачиваются спустя полгода после капитуляции Германии. Тогда Россия сыграла ключевую роль в суде над нацистскими преступниками. И сегодня история отчасти повторяется. Это понимание того, что фашизм все равно будет иметь определенную плаху. И в современном, наверное, звучании люди тоже должны быть готовы к такому событию. А для этого есть очень прекрасный фильм, благодаря которому, я думаю, что женщины еще раз почувствуют свою значимость и состоятельность того пути, который идут сейчас мужчины у них на СВО. «Собравшиеся сегодня женщины, я уверена, почувствуют не только силу своего духа, но и в очередной раз увидят, насколько мужественны, насколько сильны наши бойцы. И нам все по плечу, а правда, безусловно, она за нами». От настроя женщин зачастую зависит боевой дух мужчин. Вера в лучшее и бесконечная любовь в жены матерей всегда дарила защитникам Родины силы и понимание, за что они сражаются. Анна Сцентовская, Маргарита Мельникова, Бахтияр Велиев, Республика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова